Какие-то собаки рождаются на улицах, какие-то оказываются без крыши над головой из-за потери хозяина, некоторые теряются, а есть еще те, кого люди сами выставляют за дверь своего дома. И не имеет значения ни возраст, ни наличие породы у животного. История, случившаяся с Хаски по кличке Айна, в очередной раз это доказывает. За волонтер из Петрозаводска Галина решила поехать в местный отлов, чтобы взять себе очередного подопечного. Какого же было ее удивления, когда за прутьями решетки она увидела печальную Хаски, которая безразлично глядела по сторонам. Женщина решила узнать у сотрудников, как породная собака оказалась в таком месте и почему хозяева до сих пор не забрали ее. Как оказалось, Хаски попала в отлов с улицы, где была на самовыгуле. По клейму удалось найти ее хозяев, но те ответили, что собака им больше не нужна. Галину тронула эта история, и она решила помочь бедняжке вновь поверить в лучшее. Так Хаски, которая получила кличку Айна, отправилась в новый этап своей жизни. Айне было четыре года, она не раз рожала и, в целом, была здорова. Галина отвезла непоседливую девочку на передержку, где собака могла гулять на открытом воздухе и чувствовать себя лучше, чем в тесной для нее городской квартире. Как и все Хаски, Айна отличалась высокой активностью, своим нравием, смелостью. Но она любила и ценила общество людей, несмотря на то, что от них в жизни видела мало чего хорошего. Во время прогулок она играла и резвилась, а если было нужно, спокойно ходила на поводке. Конечно, на породистую молодую собаку находились желающие, но Галина искала надежных людей, которые понимали все особенности этой породы. Хаске нужно много пространства для выплеска энергии, активные хозяева, люди, которые смогут одновременно построить с ней доверительные отношения и показать, что хозяева – это лидеры, но очень даже любящие и заботливые. И вскоре Айне посчастливилось познакомиться с такими людьми. Галина и Иван, у которых было свое хозяйство в районе, решили попробовать подарить этой умной девочке дом. Сначала она отправилась на испытательный срок, и вскоре хозяева приняли решение оставить ее у себя навсегда. Жизнь у Айны очень насыщенная, свое хозяйство, как-никак. Она много гуляет в соседнем лесу, купается в речке, ходит в гости к соседям, играет с котом и другими собаками. Теперь она, наконец, получает всю ту любовь, которой ей так не хватало раньше.